Миссия обаятельного Человека-паука сегодня — спасать людей и их сбережения. Актёр Артур Зиммеров не просто раздавал памятки с рекомендациями, но и проводил беседы. Его слушали внимательно и взрослые дети. Супергерою верить можно. Уважаемые жители Югры, я хочу вас предупредить о мошенничестве в соцсетях. Не все сети могут быть безопасны. И будьте аккуратны при покупке в интернет-магазине, будьте аккуратны не попасться в руки и лапы мошенников. А если что, вы знаете номер телефона службы безопасности, которая вам действительно поможет. Как показывает практика, несмотря на горький опыт десятков пострадавших от мошенников людей, горожане продолжают позволять себя обманывать и терять деньги. Только за последнюю неделю в округе было зарегистрировано 22 случая дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт. Так 25-летний мужчина, проживающий в городе Нефтьюганске, на одном из сомнительных сайтов попытался приобрести товар для своего автомобиля. Перевел практически 4,5 тысячи рублей, запчасти для своего автомобиля не получил. Женщина нефтьюганская, проживающая также на территории города, попыталась приобрести на сайте Инстаграм детскую коляску. Но несмотря на это, значит, перевела порядка 25 тысяч рублей, товар так и не получила. В основных случаях жители региона о том, что факты дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт знали, несмотря на это, продолжают приобретать товары на различных сомнительных сайтах. Раскрыть такие преступления непросто, но недавно одного мошенника удалось поймать. В Сургуте суд вынес приговор. 11 лет колонии строгого режима проведет ранее судимый житель Красноярска, который в 2017 году с помощью интернет-мошенничеств обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей. Полицейские просят горожан не совершать покупки на сомнительных и непроверенных сайтах, не переводить деньги вперед и ни в коем случае не называть персональные данные своих банковских карт. Любую информацию нужно проверять. Мария Сераева, телекомпания «Юганск», специально для телеканала «Югра».